Привет, друзья! Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь, а если подписаны, проверьте колокольчик, а также ставьте лайки, много комментируйте и распространяйте наше видео. Становитесь спонсорами на YouTube. Кнопка и ссылка под видео. Заявление президента Украины Владимира Зеленского в румынском парламенте о том, что оккупанты хотят через Николаев захватить Одессу, а от Одессы всего шаг до Молдовы, стали предметом обсуждения молдавских политиков и экспертов. Вячеслав Ионица, эксперт Идис Эвид Торул, считает, что после заявлений Владимира Зеленского Румыния должна понять, что президент Украины послал месседж о том, что Украина защищает Молдову. Об этом стало известно в эфире передачи на телеканале Журнал ТВ. Молдова вынуждена присоединиться к международным санкциям. Введенным против Российской Федерации хочет она того или нет. Приведу пример. Когда в отношении банковской системы были введены международные санкции, наша банковская система соблюдала все введенные санкции. Если бы мы этого не сделали, нас бы наказали в тот же день. И наша банковская система повторила бы судьбу России. Пока не меняя правовую базу и не заявляя публично о том, что мы в санкционном русле, фактически мы предпринимаем все меры для того, чтобы Молдова ввела эти санкции в отношении Российской Федерации по тем измерениям, где вводятся международные санкции, сказал Ионица. В то время как некоторые эксперты считают, что уровень боевой готовности в Молдове является высоким с первого дня начала войны в Украине, бывший глава МВД Виктор Катан заявил следующее. «Уровень боевой готовности должен быть все выше и выше. Мы не должны слышать ответов наших властей, что у них нет информации о том, что на нас могут напасть. Должны быть приняты конкретные меры, чтобы гарантировать нам этот статус нейтрального государства. Нас неминуемо предупреждают, что мы подвергнемся нападению либо гибридной войной, либо вооруженной агрессией. Сепаратистский режим готов в любой момент выполнять приказы Путина или других солдат в РФ». Власти Молдовы были в состоянии боевой готовности с самого начала этой войны. В Молдове есть нормальные люди, осуждающие военные преступления, и есть люди, являющиеся агентами иностранного влияния. «Я не думаю, что кто-то в Молдове был спокоен с начала войны», считает бывший депутат Дино Плингеу. «Нет никаких сомнений в том, что если Одесса падет, следующий будет атаковано Молдова, и наш статус нейтралитета нам никак не поможет. Очевидно, что уровень боевой готовности, установленный Молдовой с первого дня войны, находится на самом высоком показателе. «Мы призываем и информируем все международные структуры о возможной эскалации конфликта», — сказал депутат ПАС Владимир Баля. Пограничная полиция и СИБ запрещают въезд в Молдову подозрительным лицам, прибывающим из недружественных стран и имеющим военный опыт, которые не могут объяснить цель визита. Это люди, которые работали в различных частных военных формированиях. Они приезжают и говорят, что цель их визита — туризм, — сказал Гроссу. На вопрос, идет ли речь о гражданах России, Гроссу ответил, — могут быть и граждане другой национальности, но также есть и граждане России. Вчера президент Майя Санду заявила, что Молдова не допустит возможности уклонения от санкций против России через свою банковскую систему и путем реэкспорта. «Мы не допустим уклонения от санкций через нашу банковскую систему. Что касается финансовой и банковской системы, наши банки соблюдают все политики и ограничения, установленные международными платежными системами, в том числе ограничения по карточным системам Свифт или Виза и Мастеркард. Эти санкции соблюдаются», — сказал и президент. Также глава государства заверила, что власти не допустят реэкспорта российских товаров через Молдову. В то же время Санду отметила, что самый важный аспект взаимоотношений Молдовы и России — это закупка газа. «У нас только один поставщик. Мы ищем альтернативные источники поставки, но пока он только один», — отметила Санду.